И в том, и в другом коллективе. У сербок нет харизматичных лидеров последних лет. Это Андрея Лекич, это Драгона Цвич. Нет их. Но они все равно, конечно же, боеспособный коллектив, который уверенно, ну, понятно, разгромно обыграл Камерун и довольно уверенно обыграл команду Польши. У нас остались, ну, какие-то недосказанности, какие-то, может быть, непонимания относительно общего фона игры против Польши в исполнении наших девчат. И будем надеяться, что сегодня они более цельный такой матч покажут. И против Сербии, ну, что называется, просто продемонстрируют свой настоящий класс и докажут, что именно они, а не кто иной, в данном случае не сегодняшний соперник, являются фаворитами группы. Итак, в белой форме сборная Сербии. В красном сегодня впервые на турнире играет сборная России. И впервые в сегодняшнем матче работает блок. По-моему, Анастасия Ларионова хорошо сыграла, быстро накатывает российская команда. Вот такой действительно командный переход. Ну и серки в данном случае справляются неплохо. Напомним, что немецкая бригада арбитров, Майки Мерц и Таня Кютель работают на сегодняшнем матче. Абсолютно такое же настроение, Артем, как у тебя, потому что, как полоскутками такие, собирали сборная России в предыдущих двух матчах свою игру. Ну и хочется, конечно, чтобы это лоскутное одеяло сегодня уже выглядело цельным таким предметом. Поэтому будем следить. И я абсолютно так же надеюсь, что у нас будет игра уже не отрезками показана сборной России. Она уже опыт, который необходим ей был, за эти два матча накопила. И тренерский штаб мог сделать выводы, ну и по ротации, и по всем остальным вещам, которые надо было наладить. Ну вот интересно, на самом деле, потому что мы всякий раз видим новое сочетание, стартовое сочетание на площадке. И сегодня Екатерина Ильина начинает в розыгрыше. Прилипает желтая карточка к одной из сердких защитниц. Но это такое дело проходное. На самом деле, Анастасия Ларионова, естественно, как единственный... А, кстати, не единственный, потому что Ксения Закордонская, да, сегодня дозаявлена. Но все-таки надо понимать, что это вчерашний юниор, и на нее, наверное, будет сделана ставка в том случае, если все будет удачно складываться у нашей команды. А так что, если что не так у Анастасии Ларионовой, то Карина Сабирова может войти в линию, на самом деле, и другие игроки тоже. Но в задней линии, помимо Екатерины Ильиной, это Антонина Скоробогаченко, который сейчас не удается бросок. И на левом полусреднем Елена Михаличенко. Всякий новый раз, еще раз скажем, ищет свои сочетания Людмила Бодниева. И, наверное, это нормально, когда, ну, грубо говоря, для ошибки есть какое-то пространство. Можно себе это позволить. Ольгу Фомину, нашего капитана, на правом краю я увидел. Кто играет на левом? По-моему, Юлия Маркова. Ну, может быть, ошибаюсь. А это... Это первый бросок в сегодняшнем матче. Елена Михаличенко едва мяч не заходит в ворота. Но Йова Нарисович, основной сербский вратарь, все-таки смогла отвести угрозу. Ну, и дали, соответственно, 9 метров в пользу нашей команды. Пока из тех атак, которые наша сборная провела, они близко к зоне располагались. И пока свободных бросков не позволила сборная Сербии сделать нашей команде. Но Екатерина Ильина показала, собственно, пример, остальным нашим бенболисткам. Одна из самых опытных в составе российской команды. Ну, и действительно, вот этот уже рисунок, этот бросок, это то, как и должна играть сборная России. Напомню еще раз, что предыдущие атаки вязли в защите Сербок. Ну, а сербки в предыдущей атаке сделали потерю. Собственно, можно говорить о том, что и сборная России в защите заставляет ошибаться Сербок. Пока этих ошибок было не так много, но если возвращаться к матчу с Венгрией, где как раз-таки доминировала Германия за счет своих действий в обороне, там венгерки наделали большое количество потери, но и вот здесь Сербия пока уже вторую добавляет в свою копилку. Сейчас какую-то уже высшую математику гонбольную выдает Надежда Муравьева на первых же минутах матча. То есть человек, который вчерашнюю игру в Венгрии с Германией не видел, вообще не понял, о чем речь. Но ничего страшного, мы будем расшифровывать. Постепенно, полегоньку нам показали славянского тренера сербской команды Уроша Брегора. Человек, который сделал очень-очень серьезную работу в Криме. Прошел, ну, можно сказать, от самых низов. Был ассистентом, потом стал главным тренером. А вот так вышло по ходу нынешнего сезона, что от его услуг отказались. И там, в Славянском Криме, теперь за главного Наталья Дерипаска, легенда, без преувеличения европейского мирового гонбола, которая, ну, в свою очередь, как Людмила Бодниева, и, между прочим, они между собой являются довольно близкими подругами, делает свои первые шаги. Но сейчас не об этом. Сейчас 7-метровый бросок в ворота Анастасии Лагиной. Жалко, как с польками у нее не получилось с первых минут зачехлить. Вот эти 7-метровые броски, и видим мы, что, ну, 5 минут пройдено, да, немножко хмурится Людмила Бодниева, что-то ей не нравится. Ну, а сербки в обороне, и, насколько я понимаю, капитан команды Йована Стоильковича на пенальти забросила, и обороняется одной из двух центральных защитниц. Ох, как здорово сейчас показало ложное движение Екатерина Ильина. Да, замечательно, она просто не оставила никаких вариантов соперницам, кроме как фалить, ну, а фалить там уже никто не отважился, поэтому Ильина спокойно с 6-ти метров мяч забросила. Да, хорошее движение, действительно легче остальных пока выглядит Катя в атаке, что позволяет ей эти два мяча забить. Два мяча забиты из сборной России, оба на счету Кати Ильиной. Ну, давайте по сербскому составу пройдемся. Здесь есть, конечно, интересные персонажи, в частности, Анжела Янюшевич, правый полусредник, к сожалению, в ближний бой не удается выиграть Анастасии Лагиной. Ну, а забивает 83-й номер Мария Петрович. У нее 50% реализации за два первых матча, что не есть, конечно, хорошо для линейного игрока, но в этой ситуации она была сильнее нашего голкипера. Ну, и пока по тому, как Анастасия Лагина действует в ворота, да, в воротах цевы ей не удались, но по движению мяча она угадала, в принципе, оба броска. Это если возвращаться к 7-метровому броску и в этой ситуации также зацепиться за мяч. Мне кажется, когда вот таким спокойным, совершенно вот без каких-то повышений тона наш эксперт говорит об игровых ситуациях, надо верить. Просто вот этому голосу российского гамбола здесь нарушение правил, к сожалению, с нашей стороны. Не очень поняла Антонина Скоробогаченко, за что ее наказали, но тем не менее, тем не менее, мяч отобран. И сербки могут позволить себе перейти в неспешную атаку. Давайте об их составе еще раз. Тамара Радоевич в розыгрыше под 18-м номером. Уже представленная мной Анжела Янюшевич, номер 15-й на правом полусреднем. Ну и, конечно же, Йовна Стоилькович, капитан команды, номер 33-й. И вот сейчас ее завязывают. Стоилькович очень богатый опыт имеет выступления в серьезных европейских клубах, в частности, в Брест-Британь. Ну а сейчас Стоилькович выступает за Шамбре Турен. Но это команда не такого, конечно, высокого разряда, как Брест. Но, тем не менее, французские чемпионаты все-таки показатель класса. Ну а наш капитан, как и подобает человеку с большим опытом, вот так получает передачу уже на чужой половине площадки. И один на один расстреливает Йовну Рисович. Янюшевич здесь отдавал и передачу. Но это более ранний момент, когда Мария Петрович забивала в наши ворота. Ну а пока по рисунку игры в обороне сборная России уже два блока организовывает в защите. И если мы говорили о том, что центр обороны проблемное место в игре нашей команды. Но пока предшествующие матчи показали, что здесь достаточно эффективно действуют игроки. И Елена Михаличенко, я вот обращу внимание на ее работу в защите, справляется с выходами и ложными движениями. И это на самом деле уже заслуга тренерского штаба, который над этим компонентом работал. Как говорили, именно центр немножко и развалился в нашей сборной. Да, был такой момент. И видна эмоция нам в кадре. Успевает ее показать от Уроша Брегера. Он доволен. Анжела Янушевич забивает этот мяч. Ну а здесь успевают сдержать Милану Таженова. Она по быстрому переходу работает. И, судя по всему, да, она в атаку не остается. Происходит у нас замена. И все тот же состав задней линии. Елена Михаличенко, Екатерина Ильина и Антонина Скоробогаченко. Ох, хорошо сейчас стянула на себя Михаличенко. И какой техничный бросок Юлия Маркова. Здорово. Ну, а Людмила Бодниева, видно это было на скамейке запасных. Как раз таки понятно, да, что герой этого момента Юлия Маркова. Но похвалила именно работу Екатерины Ильиной. От нее началась стяжка. И, действительно, своими подвижными действиями Катя раскачивает не вполне по темпу высокую атаку сборной России. И за это получает Катя Ильина. Слова благодарности от тренера. Переходит Сербия в оборону. Два в линию перестраиваются. Один из угловых игроков вошел. Но все равно там блоком, да, немножко зацепили этот мяч. Он не без доли везения залетает в наши ворота. Но есть такое ощущение, что каждый следующий мяч сборной Сербии – это некое стечение обстоятельств, некое везение. Ну, а нам вот так вот легко и задорно. Пожалуйста, Елена Михаличенко как к себе домой входит к шестиметровой линии. И даже не очень сильно напрягается относительно того, что, ну, посмотрите, как здорово, во-первых, подыграла ей Милана Таженова. Ну, а дальше, да, уже потерялись просто в обороне сербские гонболистки. И снова Россия на мяч впереди. Десять минут сыграно. Пять-четыре. Ну, можно сказать, что это пока только раскачка, только разминка. Так. А здесь что мы видим? Должны сойтись арбитры. И Милана Таженова получает удар в нос, удар в лицо. Если это удар локтем, то это, конечно же, особый предмет рассмотрения. И идут, идут смотреть видео Майки Мерц и Таня Кютель. Давайте посмотрим пока мы повтор. А что там? Опа! Мария Петрович. Надежда, ваш выход. Ну, да, очень жесткая была именно отмашка локтем. Она в динамике могла быть незамечена арбитрами. Но я здесь уверена, они, конечно, этот момент увидят. Грубая игра, тем более в область лица. По-моему, это откровенный, именно на отмашь удар. Да, да. Я думаю, что Мария Петрович должна сейчас пострадать. А вот каким образом это мы сейчас увидим? Пострадать. Вместе с своей командой, скорее всего. Ну так, на всякий случай. Придется ей, да, пострадать. Ну и здесь долго совещаются арбитры. Ой-ой-ой. Я думаю, на красную карточку здесь не будет тянуть момент. Но посмотрим. А мне кажется, красная уже прилипла. Да, уже она висит. Красная карточка очень рано получает ее. Ровно 10 минут. Команда наших соперниц. Сейчас основная линейная заканчивает игру, едва ее начав. Мария Петрович, мы помним, что она один из мячей своей команды забила. А теперь оставляет на 2 минуты свою команду в меньшинстве. Ну и, собственно, без себя любимой будет, собственно, теперь за эту команду переживать. Одна единственная номинальная линейная остается в обойме сборной в Сербии. Это Елена Акбаба. Ну, в отличие от Марии Петрович, все-таки игрок не такого серьезного международного опыта. Хотя, если бы была, конечно, Драгона Цвеич, и Петрович, и Акбаба сидели бы в глубоком запасе. Потому что известно, что Драгона Цвеич – это человек, который может играть по 60 минут и нормально себя чувствует. Так что очень сильно себя осложняют, прежде всего, наверное, атакующие дела сербская команда в начале этой встречи. Ну, а здесь сложный угол для Ольги Фоминой. И она попадает в перекладину над головой Йована Рисовича. Да, едем дальше. У нас сербская неспешная атака. Команде, естественно, нужно прийти в себя после этого, ну, не знаю, по-моему, вопиющего эпизода. Мария Петрович вряд ли могла рассчитывать на какое-то снисхождение. Какой классный перехват Ольги Фоминой. И как же обидно, что она в пустые ворота не попадает. Ольга все видела. Немножко, наверное, торопилась, чтобы опередить вот этот рывок Йована Рисович. Рисович до мяча не добралась, но и Ольга в ворота не попала. Ну, а если возвращаться вот к просто-таки с вопиющим случаем, с этим эпизодом, Артем, о котором ты говоришь, это удаление на красную карточку. Очень хорошо, что арбитры сразу отреагировали таким образом на это, потому что была игра с Чехией и Словакией. Там позволили играть грубо. Знаешь, когда в мелочах это копится в игре, потом, конечно, в такую нервную, в принципе, игру перерастает. Ну, и качество игры теряется, что, собственно, и случилось в том матче. И то, что арбитры так четко и своевременно отреагировали, ну, и тем более жестко, да, это не превратит эту игру, спасет эту игру от такого развития. Ух, какой хороший мяч с позиции левый полусредний. Почерк узнаваемый. Йована Стоилькович, конечно, больше некому. Она с этой позиции именно так атакует, ну, уже добрых, наверное, 5-7 лет. Ну, были, были случаи, прямо скажем, когда, если не на уровне сборной, то на клубном уровне от бросков Йованы Стоилькович наши девчата страдали. Ну, а здесь короткое взаимодействие Екатерины Ильиной и Антонины Скоробогаченко. Если я не ошибаюсь, первый мяч сегодняшней встречи забивает наша основная левша. На турнире, напомню, что сегодня нет заявки Екатерины Зеленковой. Ну, это означает только то, что, если что, кто у нас должен выйти? Ольга Щербак на правом полусреднем. Но напомним, что Щербак это все-таки правая рука. Ну, Ольга Щербак как раз-таки сильна другими своими плюсами, как игрок. Артем, не знаю, есть ли тебе такая параллель, когда Оля выходит на площадку, но мне сразу вспоминается игра нашего правого полусреднего с правой рукой. Татьяна, дядечка, если ты вспомнишь те игры, она как раз-таки закрывала этот фланг. И, кстати, снова достается там нашему центральному игроку. И как раз-таки с правой рукой на проскочках действуя, как бы обостряла игру на правом полусреднем. Поэтому, когда Ольга выходит, прямо сразу вспоминаю. Таня ей большой привет в Краснодар, улетает от нас сейчас. Мы сейчас еще столько успеем раздать приветов, я так надеюсь. Игра нам позволит в разные наши гандбольные центры, нашей необъятной гандбольной страны. А пока 7-5. 7-5 после того самого двухминутного удаления, после красной карточки. И выход, ну, как-то немножко запоздалый, как кажется. Выход сербской примы по имени Кристина Лишчевич. Понятно, что у нас в воротах своя прима. Полина Каплина сейвом отметилась. Но вот непонятно, почему сербы держали на скамейке Лишчевич, который, ну, наверное, вот в этом составе, в котором нет лекич, нет цвич, выходит не с первых минут. Вряд ли этому причиной какие-то проблемы со здоровьем. Не должно этого быть. Лишчевич, мы видим, располагается на позиции правой полусредней. Но это формальность, потому что Левша сейчас вернется, конечно же, на свою позицию. Левша – это Янюшевич, 15-й номер, который прячется почему-то в линии. Центр нашей обороны. Елена Михайличенко, Анастасия Ларионова. Ну, я не знаю, в стоячем положении Кристина Лишчевич пытается обыграть. Нет, нет, она все-таки действует как классический плеймейкер и забивает Анна Коич. Справа края. Мало, мало у нее было игрового времени за первых два матча. Ну, и вот поэтому, наверное, она так энергично радуется своему заброшенному мячу. Все-таки любой, наверное, заброшенный гол в ворота сборной России – это событие для игрока, который, ну, прямо скажем, не основной в сборной Сербии. Очень хороший бросок, да, Артем, прости, что тебя прямо перебило. Тоня очень классно поднялась над зоной, не стала там искать контакта с защитниками. Ну, и такие, конечно, мячи сильно облегчают, в принципе, работу всем остальным игрокам. А по поводу того, как наша сборная пока действует в защите, вот как раз этот момент показали. Мобильности передвижения чуть не хватает девчонкам, конечно. Здесь, если они ее добавят, действительно, как события будут голы забиты от сборной Сербии, пока чуть по темпу отстают. Ну, вот уже середина первого тайма пройдена. Плюс два у российской сборной. Было нарушение, было. Все-таки подталкивала Анастасия Ларионова соперницу. Соперница это та самая, вот оставшаяся единственной в своем амплуа Елена Акбаба. Две сестры играют Елена Акбаба и Мария Акбаба в сербском составе, но вот ее старшую сестру Марию мы пока на площадке не видели. А это Йован Астоилькович, как и подобает, конечно же, лидеру многолетнему берет на себя бремя атакующей. Вот забивает свой третий мяч. Три из семи на счету Йован Астоилькович. А вот и Ольга Щербак. Пожалуйста, мы ждали ее, и она появилась. Вместо Антонина Скоробогаченко Ольга Щербак. И посмотрите, какой сразу вот, чтобы жизнь медом не казалась, выход на нее стремительной соперницы. Ольга так лукаво улыбнулась. Я поняла, можно было прочитать по ее глазам. И давайте посмотрим, как бы... Опа, здесь пробежка, к сожалению, у Ильиной. Мяч немедленно отобран. Лишчевич разворачивается и сразу видит всю площадку. Как она стильно выпрыгивает в мужской манере с двух ног. И поражает ворота Полины Каплиной. Метров с 7, 7 с половиной оттолкнулась. Очень красивый мяч. И вот уже счет ничейный. Все быстро, как всегда, стремительно разворачивается в гонболе. Ну, а я вернусь к тому матчу. Германия, Венгрия, Артем, который ты не успел посмотреть. Сделаешь же это, да, обязательно? А, смотрел. Так вот, в этом матче как раз-таки от обороны сыграли обе команды. И вот здесь чуть-чуть не хватает агрессии нашей команде. И, собственно, поэтому такие легкие мячи забивает пока сборная Сербии. И, я думаю, добавив в этом компоненте, сборная России, в принципе, в качестве игры добавит. Пока хотелось бы действительно этого увидеть. Очередная ошибка в нападении. Ну да, к сожалению, чуть-чуть не повезло. Но это нам напоминает как Лишчевич. Да, я сказал с 7,5. Она с 9 оттолкнулась и прилетела буквально на 6. Посмотрите, как это было круто. Ну, а это уже следующее. Следующее свершение. 8-8. К сожалению, вновь ничья на табло. Казалось, немножко стали отодвигать соперника от себя наши девушки. Но нет. У Рошбрегер, он знает, как попить кровушки. Что у Ростова, что у ЦСКА. Но давайте сегодня вот наша барышня все-таки не позволит ему насладиться хоть какими-то очковыми приобретениями. Что не так? Что не так? Кто неправильно действовал, Надежда? Ну, нет. Правильно действовали. Я тоже, Артем, хочу обратить внимание, что чуть активнее выдвинулась наша команда. Сейчас тайм-аут от Людмилы Бодниевой. Что не так, мы услышим. Но вот здесь та мобильность передвижения, о которой мы говорили с самого начала игры, она пока сбоит. Как бы от этого пока сборная России не избавилась. 8-9 уже уступает российская команда. Первый тайм-аут сегодня. А то, а то, а сезон соревнований играйте фонарики, щерба поддерживаешь по кругу. Сохраняешься ближе, чтобы мне хоть винить и дала длинный пат, ясно? Защитя, третий и четвертый игрок. Но можете стать, чтобы вам на голову не залазили. Можете стать, чтобы вам на голову не залазили. Но когда она идет на брасоке, пожалуйста, по шаге мы стичали ее. И за первым, и за первым, и за первым, и за шестнице. Да не устричават, радим. Не, сейчас надо остаться, потому что три и четыре. Не помирайте. Да, так. И сейчас делаем. У Кршчани повратный пас на окна на крилу, идемо горе. Айдем! 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 Итак, 8-9 уступает российская сборная. Игра возобновилась. Все тот же, кстати, набор исполнителей. За исключением, наверное, позиции правого края. Там вместо Ольги Фоминой вышла Юлия Моногарова. Иларионова по-прежнему в линии. Ильина, Михаличенко и Щербак на краях. И, да, смена действительно на обоих краях. Не только Моногарова, но и Горшкова на площадке. Ну а Анастасия Иларионова классно завершает командные взаимодействия. В этой атаке первый мяч от нашей линейной. Нам показывают, что Ильина забила. Нет, конечно, мы не слепые. Мы видим, что отличилась Анастасия Иларионова. Артем, ну и после перерыва, после таймаута, который был взят нашим наставникам, слышали мы как раз-таки то, о чем сами говорили в эфире. Людмила Боднеева просит все-таки чуть агрессивнее выходить на игроков. Здесь воздушку пытались сделать серпки, но наш начеку. А что случилось с Лишневичей? Что помешало ей отличиться? А, то, что внимательно за ней следили. Там просто не дали выпрыгнуть наши гонбалистки. Там по движению углового игрока было видно, что она на передаче выпрыгивает. Ну и здесь, читая движение, наши девчонки среагировали. Классная атака была. Вот нам показали в повторе гол Иларионова. Интересно, что-то подобное еще они сыграют или сейчас будут варьировать? Михаличенко. Ух, ну тут встретили ее неплохо, надо признать. Одиннадцатый номер вот появилась. Мария Акбаба, старшая из сестер. По-моему, обе они сейчас на площадке. Ильина. Передача на Щербак. Здесь будет двухминутное удаление. Да, потому что в лицо или, по крайней мере, в шею встречала нашу Ольгу Щербак. Двадцать четвертый номер Йована Кувачевич. Мне очень нравится, как арбитры сегодня работают. Там хоть Кувачевич не согласна с решением, но она ногами, конечно, не успевала. Там, помимо прочего, еще, конечно, достаточно жестко Ольгу встречала. Но я еще раз повторю, что просто вот как игрок понимаю и помню, что чем быстрее арбитры остановят вот эти тычки в игре, тем не проиграет в картинке гангбол. Ну и, собственно, поэтому комплименты паре, которая сегодня обслуживает этот матч. Жаль, жаль, что в большинстве не забили наши. Это неточный бросок от Елены Михайличенко. По-прежнему в центре обороны они вместе с Анастасией Иларионовой. Напомню, что Иларионовы 99-го года рождения. И вовсе 2001-го. Представляете, какая пронзительно молодая наша команда. 24,8 десятых лет. Ну, без малого 25 лет. Средний возраст нашей команды. Ну, на самом деле это действительно молодо, зелено. Есть целый ряд опытных игроков. Сейчас классно сыграл и Михайличенко, и наш тонкий ценитель оборонительных действий Надежда Муравьева. Вот прям буквально подскочила на месте от того, как она заценила действия нашего игрока обороны. А в данном случае недовольны сербки, потому что посчитали заступ у Кристины Лишчевич. Гол, соответственно, не засчитан. 9-9 и наша атака в большинстве. Ну, не хватает, конечно, игроку, который с левого фланга там пытается на Лишчевич пас выдать. Не хватает ей скрытости действий. И раз за разом девчонки успевают на эту комбинацию среагировать. Я про сборную России. И останавливают на подступах Лишчевич. Но вот эта красота, по которой скучали мы. Ну, и теперь уже вскакивает с места Артем Шмельков. Радуясь этим эффектным действиям Юлии Моногаровой. Просто очень стильно. Но, наверное, на уровне Чемпионата мира слишком уж как-то дешево купила она, конечно, 25-го номера соперниц Александру Стаминич. Но здесь сама Юля мы видим на повторе довольна, как у нее все получилось. Сердская атака. Лишчевич по-прежнему в центре задней линии. Рядом с ней Стаилькович. Вот это взаимодействие разбития и уже будет большое дело. А вот и, пожалуйста, вратарей включается, наконец, Полина Каплина. Ну да, действительно, для яркости картинки. И много говорим мы сегодня про оборону в начале этой игры. Но как раз-таки для яркости картинки не хватало сейвов, по которым соскучились болельщики. Пока сборная России, мне кажется, вот с этих минут, с 20-й минуты начинает обретать ту себя, к которой мы привыкли. Обыгрыш Юлии Моногаровой, сейв Полины Каплиной. Ну и вот уже картинка чуть другая. Россия ведет со счетом 10-9. У нас 23-я минута игры. Юлия Моногарова там снова, да, пыталась обострить. Ну и давайте, наверное, не будем замыливать, что называется, во внимании нашего болельщика момент, что, собственно, вот эта реинкарнация, она случилась сразу после тайм-аута Людмилы Валерьевны Бодниевой. Взяла тайм-аут, все объяснила. И был счет 8-9. Сейчас 10-9 ведем. И ведем уже плюс 2. Извините, пожалуйста, три мяча подряд после тайм-аута нашего главного тренера. А теперь уже время Урушу Брегеру, да, забеспокоиться. Надежда Константиновна, не правда ли? Ну правда ли? Все это, да. Констатирует как раз тайм-аут, который он здесь берет. Ну, сборная России, я еще раз подчеркну, Артем, ты тоже с этим согласился. Как раз-таки здесь заработала в полную мощь, и надо как-то их останавливать. Айди, айди, айди. Удрадим уго-то, край, аду коль. Айди, айди, айди. Айди, айди, айди. Мы за! Мы за! Айди, айди, айди. А вот таких эмоций, конечно, мы ждем. И это только все предвестник чего-то большего, потому что это ведь только первый групповой этап. И напомним, что обе команды уже обеспечили себе место в основном раунде. Но на всякий случай, на кону-то два важнейших очка, которые команды заберут с собой. По два они уже имеют в кармане за победу над командой Польши, каждая по-своему. Но кто выиграет сегодня, тот будет с четырьмя очками на следующей стадии. А там-то Франция, там-то серьезные испытания нас ждут, помимо Франции. Так что, конечно, надо побеждать. Надо побеждать. И Полина Каплина, сменившая Анастасию Лагину в воротах нашей команды. Посмотрите, два подряд сейва делает. И, ну, мне кажется, это серьезный допинг для полевых наших игроков, которые плетут свою комбинацию. Сложный пас на Моногарову. Серки наивно полагали, что им сейчас мяч оставят, но фолт, конечно, был. Это Елена Акбаба. У нее так вот уже наперекосяк форма игровая. Понятно, что ее там тоже придерживают быть здоров. Желтая карточка, судя по всему, Уруша Брегору или кому-то на скамейке сербской команды. Да, Уруш Брегор получает желтую. И пытается что-то дообъяснить уже, понятно, не судим, а своим игрокам. Но не успевали там, да, обойти заслон от Юлии Моногаровой. Это, конечно, заблаговременно нужно делать. Я, собственно, думаю, что Уруш Брегор об этом говорил. Не сказать, что была плохая передача. Может быть, чуть не ожидала ее Анастасия Ларионова. Мне кажется, у нее стойка была неподходящая для этого. Ай, как здорово, Полина. Третий сейв за короткое время. А командный переход, покажите нам, как вы можете. Екатерина Ильина здорово находит. Вот, ох, находит лазейку. А здесь смена вратаря. И жгучая блондинка Кристина Граувац в воротах у сербской команды. Она недовольна, что мяч остается у российской команды. А почему, кстати, он остается у нас? Ну, там подбор, конечно, надо смотреть. Было ли сопротивление при броске Кати и Ильиной. Я сейчас не успела увидеть. Может быть, есть ворот. Было видно, что контакта не было, но... Но он был. Он был. Раз уж мяч у нас. Раз мяч остался. У нас ошибается здесь Оля Щербак. Но там был... Навели, короче говоря, одну... Да, Артем, в последнем, да, шаге она ошибается, втыкается. Но, действительно, ее там наводили на этот заслон. Поэтому отреагировали на предыдущие действия защитника, которое Олю подталкивало. И удаляется... Йовна Кувачевич. Удаление еще одного сербской команды. Не сказать, что игра грубо складывается. Но вот здесь, может быть, чуть подрисовала даже Оля Щербак. Но тоже это нужно уметь делать. И, кстати, учиться нужно в первую очередь у таких команд, как команда Сербии. Мы знаем, что на Балканах это даже не учит этому. Это в крови просто-напросто. Меньше пяти минут играть в первом тайме. Российская команда в большинстве атакует. И какой классный бросок на опережение. Юлия Маркова, как увидит... А это не Маркова, это Полина Горшкова. Давняя подруга Надежды Муравьевой. Да? Привет в Тольятти мы передаем. Абсолютно, да. Полина, конечно, боец. Ее карьера очень интересно складывалась. Она примерно так же, как Анна Седойкина, проделала большие расстояния по городу, чтобы попасть на тренировки. Мне кажется, это такие два самых ярких примера в своих городах. Полине приходилось из одной части города переезжать в другую. Собственно, в нашей команде игроков, которые такой же путь проделывали, не было. Ну и вспоминается, да. Приключения в биографии Анны Седойкиной. Молодцы. Кому-то просто пять минут до тренировки. Они, конечно, любили, терпели. Ну и, да, Полина Горшкова забивает хороший мяч. Я, кстати, обращу внимание, что Милана Таженова, играя вторым игроком, зарекомендовала себе здесь себя здесь. Постоянно появляется здесь в защите. Ух ты, хорошо. Поймали. Я думаю, Ильичевич просто увидел, что там лес стоит из игроков. Сразу трое. И Елена Михаличенко, Милана Таженова и Анастасия Илларионова встали перед ней стеной. Ну и Ильичевич там просто не разобралась, как обработать мяч. Она ушла, по-моему, пыталась обыграть под себя. И поняла, что, собственно, это какая-то непонятная авантюра с ее стороны. Как здорово прорезает Ольга Щербак. И посмотрите, за три минуты до конца первого тайма уже плюс четыре у российской команды. Кажется, вот не прикладывая каких-то сверхусилий, но после взятого таймаута при счете 8-9, что мы имеем? 5-0. Добрый вечер. Надежда Константиновна. Ну, оставляет Людмила Боднеева, Екатерину Ильину в центре в розыгрыше. Ну и, наверное, для тех, кто сегодня трансляцию смотрит из... Из юных гандболистов, которые только учатся о замыгры, я хочу обратить внимание, как как раз-таки Катя Ильина эти стяжки делает. Она не опускает руку, постоянно угрожает броском защитницам. Именно поэтому так долго внимание держат на ней гандболистки центральной зоны. Ну и что позволяет Кате стяжки делать. Такая действительно кажущаяся легкость, но в ней, конечно, есть свои технические секреты. Катя Ильина не забивает Сербия, и у нас есть возможность забить еще мяч. Артем обратил внимание на статистику забитых мячей сербской команды. Она тоже невысока. Мы сыграли с польской командой. Те забили нам всего 10 мячей в первом тайме. Ну и Сербия где-то рядышком к этому показателю. А пока Астасия Лорионова забивает мяч. Но давайте так. Может, опять кому-то покажется, что комментатор не уважает соперника, и прочее, и прочее. Но Камерун забил 10 в первом тайме. Польша забила 10 в первом тайме. А счет на табло, Надежда Константиновна, не подскажете какой? 14. А они еще 10 не забили. Стабильность признак мастерства. Это я к тому. Вовремя, да, наша команда перестроилась в защите. Я добавила в агрессии. В этом компоненте здесь рука Лищевич была свободна. И шаг защитник делал уже после. Шаг в 6-метровую зону, я имею в виду, после того, как Лищевич выполнила бросок. Ну и все. Классно выполнила Полина Каплина. Забрала она этот мяч в ближнем углу. Корпусом сопровождала Елена Михаличенко-Лищевич. Но я еще раз обращу внимание. Есть такое немножко ощущение, что не хватает Елене Михаличенко свежести в атаке. Но в защите она делает огромный объем работы. Обратите внимание, сколько движений на ее счету. Карина Сабирова играет вместо Илларионовой в линии. У нас, соответственно, пустые ворота. Ну и так на всякий случай уже 11 минут сборная Сербии забить не может. Тут посчитать, конечно, это сложно. Но с 19-й минуты вот до этой 30-й... Да-да-да-да-да-да-да-да! Прекрасная точка для первого тайма в исполнении сборной России. Короткая воздушка и Юлия Моногарова. Ну да, красота. Что есть, то есть. Екатерина Ильина, Юлия Моногарова. 15-9 в нокдауне Сербия. После того, как 9-8 она вела, взятый тайм-аут. И развернуто все ровно на 180 градусов в концовке первого тайма. 10 минут, больше 10 минут. Сборная Сербии без забитых мячей. Но если возвращаться к воздушкам, которые пытались делать серки против нашей команды. И как исполнила этот неглядя бросок Екатерина Ильина, абсолютно не показала никаким видом, что она будет эту передачу отдавать. И поэтому тонкость и мастерство позволяет такой красивый момент создать. Заканчивается первый тайм. И Сербия даже не набирает тех 10 мячей, о которых мы говорили. 15-10, ой, 15-9. Но как-то непонятно, а что делать дальше? Неужели нужно продемонстрировать то, что было вот с 20-й по 30-й минуту матча? Но глядя на то, как сейчас Людмила Валерьевна Бодниева пытается взбодрить эту атмосферу. Какой огонь сверкнул в глазах нашей тольяттинской красотки Екатерины Ильиной. И как сейчас, кажется, готовят к выходу на площадку абсолютного дебютанта сборной Ксению Закордонскую. Но это же просто праздник какой-то, не правда ли, Надежда Константиновна? Я напомню, что Надежда, все российского гонбола «Голос» Муравьева и Артем Шмельков работают для вас. Ну да, с дебютом Анастасия Закордонская заступила на... Ксения Закордонская. Ксения Закордонская, да, заступила на игровую площадку чемпионата мира. Это действительно дебют. И вот то настроение, с каким Людмила Бодниева готовила ее, явно тоже переживает за нашего дебютанта. Ну и первая атака с Ксения Закордонской в линии. А давайте напомним, что вообще-то Людмила Бодниева – это линейная памплуа. И ей, наверное, это особая какая-то ответственность, какая-то особая преемственность подготовить к выходу игрока именно на эту позицию. Да, абсолютно верно. Во втором тайме поменяла состав сборная России. Появляется Карин Сабирова в центре уже, а не в линии. Быстрый отрыв организовывает наша команда. И Полин Горшкова на ее острие. Хорошее настроение у Полины. Такой же у ее тезки Полины Каплиной. Ну и по составу, по его смене Карина Сабирова появилась в центре и на левом полусреднем Вероника Никитина. Ну я даже не знаю, в такой ситуации стоит ли называть состав соперниц. Но, естественно, мы уважим их и скажем, что по-прежнему Тамара Радоевич действует в розыгрыше. Йова Настаилькович на левом полусреднем. Но сербки абсолютно деморализованы. Наши просто разрывают команду соперниц. Два быстрых отрыва в исполнении Полины Горшковой сперва. Теперь Юлии Моногаровой. И видно, что на кураже, даже несмотря на то, что за спиной перерыв, наш вратарь Полина Каплина, которая, помните, какие классные три сейва сделала, как раз-таки положившая основу для этого рывка. Я напомню, что уже 19-я, а сейчас 32-я минута. 13 минут без гола сборная Сербии. Это что такое вообще? Это вопросы, да. Ну наконец-таки, слава богу, 10-й гол. Но я хочу вернуться к игре с Польшей. Мы говорили о том, что там были такие психологические немножко, больше даже психологический характер носил провал нашей команды во втором тайме. Но пока по тому, как начала наша сборная в игре с Сербией тайм второй, видно, что выводы сделаны правильно и очень агрессивно начали второй тайм. Наши девчонки сразу два разящих выхода один на один, быстрые переходы, ну и динамика и концентрация сборной России не потеряны во втором тайме. И у нас первый выход на площадку для Вероники Никитиной. У нее 41-й номер, а на левый полусредний на свою позицию возвращается. Карина Сабирова. Она в эпизодических ролях в первом тайме. Сейчас она с самого начала второго тайма в игре. Она отдала две быстрые передачи на отрывы наших крайних. А сейчас в розыгрыше действует. И что? Не будет удаления? Нет, удаления не будет. Две минуты удаления. Игрок как будто бы пропал, как не было. Но сейчас мы узнаем, кто это. Ну а сборная России, соответственно, возобновит свою атаку с новым временем. Кочич. Коцыч. Коцыч. Да, две минуты. И давайте посмотрим. Вероника Никитина, Карина Сабирова, Антонина Скоробогатченко в линии Анастасия Илларионова. Ну и, пожалуйста, вам письмо. Маленькое такое, красиво упакованное. От Антонины. Левая рука. Огонь. Скоробогатченко. Ну, красиво. Когда красиво, когда хорошо, когда недостижимо для вратаря, тогда прекрасно. 18-10. Три минуты с небольшим проходит во втором тайме. Три мяча забита сборная России. Преимущество только увеличивается. Ну и кажется, что ключевой отрезок – это все-таки вот те самые 10 минут второго тайма, когда просто нокаутировали соперниц нашей гонболистки. А Полина Каплина, делая такой легкий неброский выпад, сразу парирует мяч. И 19-10. Наверное, рано еще, да? Вот слабо. С какой легкостью рано? Может быть, вообще никогда с какой легкостью Юлия Моногарова действует против одного игрока. Артем, по ее движению было понятно, что готова она и обыграть его в центр, и вот поддержать эту паузу, чтобы понять, как двигается защитник. Ну, конечно, чутье и физика у Юлии Моногаровой на высшем уровне. Очень классно. Она разбирается в позиции один на один. Это действительно высокое мастерство. Пока с этим мастерством сборная Сербии сделать ничего не может. Хочется вернуться к тем моментам, когда сербки пытались чуть хитрее сыграть, чем действуют сейчас. Это я все протеже навесы в первом тайме. Ну, и здесь, конечно, не нашлось такого мастеровитого игрока, который смог бы так сыграть. Ну, а пока защита. Антонин Скорбогаченко плотно вяжет нападающих. Елена Михаличенко говорили, может, что она в первом тайме большой объем работы сделала. И сейчас пока в центре защита не появляется. Я просто хотел сказать, что, мне кажется, там, прежде чем в контакт Скорбогаченко войти, соперница сделал четыре, а то, может быть, даже и больше шагов. Но судьи по-своему разрешили эту ситуацию. И теперь удаление уже в нашем составе. Это всегдашняя трудяга в обороне. Полина Горшкова, по-моему, даже не без удовольствия устраивается на эти две минуты. Но в том плане, конечно, ничего хорошего. Помощи команде от этого никакой. Но, да, Полина, может быть, чуть-чуть перегнула палку. Ничего страшного. Можно пообороняться и в меньшинстве. А вот здесь было, было, было очень неприятно. И будет удалена сейчас Ольга Фомина. Более того, возможно, пойдут смотреть по осмотрам. Арбитра получила по уху. Ну, собственно, на этого и не скрывают. Ковачевич. Ковачевич. Две минуты. Две минуты нашему капитану. И остается наша команда с четырьмя защитниками против шести атакующих. Там Антонина Скорбогаченко, да, таким жестом попросила всех игроков на площадке чуть успокоиться. От большого желания, действительно, Ольга Фомина. Сейчас так действовала и оказалась на скамейке запасных. Ну и чуть не теряют серпкий мяч. Да. Чуть не подарили нам мяч в своей неудачной атаке. Но здесь, ну, понятно, разреженные пространства и прочее, и прочее. Наверное, в такой ситуации Радович уже и должна забивать. Насколько она вот такая неориентированная на броски разыгрывающая. Ну и здесь, когда так много пространства при двух удалениях у соперниц. Но она, кстати, еще и хорошее обманное движение показала. В итоге забила с довольно близкого расстояния. Ну и задача российских игроков. Сейчас наших пять на площадке. Прежде всего, как можно дольше мяч подержать. Опа-па-па-па. Здесь едва не ошиблась Вероника Никитина. Передача в линию. Как здорово туда вошла Юлия Лалалабомба Моногарова. Да, и там Диктор тоже смакует на арене. Напомню, что в Лирии проходит первый групповой этап для нашей команды. Ну как же здорово, как же пластично все делает Юлия Моногарова. А здесь уже атака сербской команды. И что? И они не могут забить шесть против четырех. Добрый вечер. Мне кажется, это досрочная победа сборной России. Раз уж и шесть на четыре. Наши отбиваются. Полина Каплина не дает перебросить себя. Надежда Константиновна, по-моему, залюбовалась. Я залюбовалась. И мне очень нравятся вот эти новые позиции, которые Людмила Бодниева нашла для Юлии Моногаровой, как и для Карины Сабировой. У Юлии появляется возможность войти в линию. И уже третий матч мы наблюдаем, когда с этой позиции достаточно добротно Юлия действует. Ну а сейчас вдвоем поджимали под Антонину Скорбогаченко защитниц. Но Тоня там в штанговом мяч в перекладину угодил. Полный состав уже у российской команды. А мяч по-прежнему в наши ворота не идет. Перебрасывала на сей раз Стаминич, Александра Стаминич. И перебросить ей не удалось. Ну, кстати, ее же, собственно, остановила Полина Каплина в предыдущем эпизоде. Ну, в общем, по-моему, вообще, я не знаю, полный карт-бланш для Людмилы Бодниевой в плане экспериментов и прочего. Какого-то, ну, я не знаю, поля для маневра. И непонятно, почему Анастасия Ларенова по-прежнему на площадке. Можно отдыхать спокойно нашему основному линейному и пробовать, пробовать Закордонскую. Ну, настроение хорошее, действительно, у нашей команды. Это видно. И, Артем, знаешь, такие вот тонкости. Благодаря нашим императорам в кадре крупным видны. Действительно, сегодня у Людмилы Бодниевой очень горят глаза. Да, классный настрой сегодня на игру. Ну, и пока то, что мы и говорили в начале второго тайма, без провалов наша сборная действует. Очень здорово. Конечно, есть ошибки. Без них не обходится, наверное, любой матч. Но настрой во втором тайме. Команда наша демонстрирует. И в защите. Анастасия Илларионова, Карина Сабирова в центре. И Анастасия Илларионова очень хорошо там активно отгоняет сербок. Тем приходится долго искать подступы к воротам. Два защитника пытались выйти на бьющего игрока, но до руки не дотягивались. И спокойно Йович забивает этот мяч. Вот повтор этого момента. Да, кстати, Анастасия Илларионова дотягивалась вроде до руки. Хлестко, да, в последней фазе этот бросок сделала. И за счет этого гол забила. Ну и российская атака. Вероника Никитина. Обратный пас на нее от Сабировой. А, конечно. Ну, что-то про семиметровые мы вообще сегодня не вспоминали особо. Как так вообще? Пора бы уже и пробивать. Нарушила правила 22 номер Йована Йовович. Она активничала у чужих ворот. Теперь пришло время ей посражаться у своих. Ну и нарушила правила. Ну, во-первых, заступ. Во-вторых, достаточно грубая встреча. Заступ в свою шестиметровую зону. И грубая встреча Вероники Никитиной. Интересно даже, кто будет бросать. Это Ильина. Екатерина Ильина, которая своей легкой кистью разбросала мячи по углам ворот сборной Польши с 7 метров. Она забивает. И на табло устанавливается зеркальный красивый счет в нашу пользу. Десятая минута второго тайма. 21-12. Ну, а еще из одних таких штрихов к портрету обновленной сборной России. То, что наши полусредние раз за разом длинные движения исполняют. Сейчас Вероника Никитина, конечно, с центра действовала в предыдущем моменте. Но вспоминается, когда Антонин Скоробогаченко, проходя всю зону слева полусреднего, там мячи забивались. Симметрично слева полусреднего тоже самое делала Елена Михаличенко. Ну, и здесь про входы Юлии Моногаровой мы уже сказали. Ну, вот эти широкие движения, это то, что добавилось в игре нашей сборной. Все мы это видим и в сегодняшнем матче тоже. Анастасия Ларенова там высоко выходила. И два в линию снова Юлия Моногарова и Анастасия Ларенова здесь в центре работают на заслонах. Да, Моногарова, конечно, вот эти челноки выписывает с краю в линию и обратно. Только успевают ее там локтями, руками отоваривать. Ну, как угодно. Какими способами только останавливать. Бросок не очень точный от Вероники Никитиной. Довольно простая задача для Кристины Граувац. Но это ее считанный, по-моему, только третий сейф в сегодняшнем матче. Но даже если сейчас вот так, два последних мяча на счету. Йовович и 14-21, но не в пользу команды Сербии. В общем, неплохо, да, так накатили. Едва расставились наши. И не успела Анастасия Ларионова помешать броску. Йовович. 21-14. Несколько, да, не вполне подготовленных бросков от нашей команды. Но а сербки решили все-таки взвинтить скорости свои. И это приносит им пока результат. И здесь неплохо. Прочитал эпизод Граувац. Да, так подзавелась сербская вратарь. Напомню, что, ну, формально, конечно, не обсуждается статус первого номера для Йована Рисович. Но в сегодняшнем матче Граувац действительно хороша. Она играла в основном против Камеруна. До сегодняшнего дня с Польши выходила там совсем на чуть-чуть. Но и чувствуется, что та перестановка, которая довольно рано случилась в игре у сербской команды, она, ну, в какой-то степени сработала, подравнивается. Три мяча подряд забивая сербская команда. Но все равно россиянки, если не будут впадать в литургический сон, как было во втором тайме с Польшей, конечно же, должны держать эту солидную разницу в счете. Что, собственно, подтверждает бросок Антонина Скорбогатченко. Четыре броска точных из семи попыток у нее. Да, мне остается только согласиться, Артем, с твоими словами. И хочется добавить, что в защите немножко здесь еще наигранности не хватает в этой связке центральной. Елена Михаличенко, которая застолбила место центрального защитника, отработав в первом тайме. Но вот в втором тайме мы пока эти связи только налаживаем. Юлия Моногарова там таким широким шагом добавляла себе. И выцарапывают в сербке мяч. Анастасия Лагина заменила Полину Каплину. И она до мяча дотянулась, но будет назначен 7-метровый штрафной бросок. Итак, Анастасия Лагина. Смотрите, расслаблена, спокойно. Анастасия Лагина выходит чуть из ворот. А бросать будет Ивана Митрович. И вот оно. Спокойствие. Сердце северных гор в глазах Анастасии Лагиной. Те, кто из Ярославля, те поняли, о чем речь. Добрый вечер. Прекрасно. Прекрасная реакция скамейки нашей тому дополнения. Те вот эмоции, живые, девичьи, женские эмоции, которые подчас кроются где-то вот за маской какого-то самопреодоления, ну и так далее. Они не нужны. Нужны эмоции, проявляемые и пополняющие вот эту общую картину благополучия российской сборной. На первом групповом этапе там в лицо встречают Никитину. Вероника даже не чувствуя этого идет дальше на атаку. А что с двумя минутами, арбитры? Хочется спросить. Да, будет удаление. Будет удаление. С повисшей рукой уходит. Посмотрите, ничего себе сцена. Человек воткнулся в нашего игрока, и у нее самой висит рука. Я думаю, сейчас нам этот момент повторят. Да, вот он на ваших ранах. Вероника Никитина очень юркий игрок в обороне. Но вот эта подвисшая рука говорит о том, что, скорее всего, с плечевого сустава, да, там рука вышла. Да, это ганбол. Смотрите, как сербский тренер, один из помощников Уруша Брегера переживает. Это Драгон Марков, его помощник. Ну, скорее всего, да, это травма. И выход первый на чемпионате мира для Ярославы Фроловой. Человека открытия нашей сборной на чемпионате мира двухлетней давности в японском Кумамото. Ну, а штампует свои заброшенные мячи. Юлия Моногарова. 23-15. Снова отодвигается сербская команда на почтительное расстояние. А Анастасия Лагина так вовремя вошедшую в игру. Это опять же, конечно, решение тренеров. Махнуть обратно вратарей наших. Настя выходит, парирует пенальти, парирует с игры. И успокаивает партнерш. Только забивайте, только догоняйте до 10 мячей преимущества. Фролова, Скорбогаченко и Никитина. Такая наша задняя линия. Да, мы пока не имели возможности увидеть, каким образом будет выглядеть взаимодействие в атаке нашей сборной с участием Ярослава Фроловой. Но вот то, что она находится рядом с Вероникой Никитиной, одновременно на площадке. Здесь, конечно, сербкам добавят головной боли. То, чтобы их удержать индивидуально. Обе готовы грозить своими обыгрышами. В команде Ярослава Фролова пока отыгрывается, делая стяжку для команды. Ну а Юлия Моногарова разные по исполнению. Два мяча подряд забивает. Ну, кстати, пока у нас такая небольшая пауза, затишье в игре. Можно сказать, что уже определились все три команды, которые будут соперницами сборной России на следующей стадии турнира основного группового этапа. Команды переедут, будут играть уже в другом городе, не в Лирии. В Лирии, а где они сыграют? Они сыграют в Гранолерсе. То есть из-за региона Валенсии они переедут в Каталонию. Но самое главное, это, конечно, соперники, которые будут у сборной России. Это, внимание, Франция, наш соперник по олимпийскому финалу, обыгранный на групповом этапе тогда. Словения и Черногория. Черногорию, по-моему, мы превзошли в четвертьфинале, правильно? Ну и Словения, это тоже представитель Балканского региона. Так же, как и команда Сербии. Посмотрите, какой замес будет вот этого, я не знаю, славянского гандбольного огня для нашей команды. Так что, еще раз, Франция, Словения, Черногория. Соперники, с которыми сборная России сыграет 9, 11 и 13 декабря. Соответственно, все расписание пока неизвестно. Это будет на откуп организаторам отдано, потому что там могут меняться временные слоты, соответственно, кто когда сыграет. Но, еще раз, запомним, две балканские команды, Словения, Черногория плюс Франция. Вот таким искрящим будет основной групповой этап для сборной России. Я думаю, что никто не сомневается, что, собственно, с первого места России туда выходит и заберет с собой полновесные 4 очка. Значит, будет на старте этой стадии лидером. Лидером шестерки основного группового этапа. Да, но те проблемы, которые мы обещали в сборной Сербии с выходом Вероники Никитиной и Ярослава Фроловой, я на ваших экранах крупным планом сейчас. Вероника Никитина зарабатывает для сборной России 7 метров. И Екатерина Ильина в своем интервью, когда ее спрашивали о 7-метровых бросках, попросила подождать тех, кто интересуется тонкостями мастерства. До окончания чемпионата и с секретиками обещает поделиться. Обязательно заглянем и почитаем. А как она это делает? Почему она не промахивается? Хорошо, вратари на что-то ловятся. Почему она сама не промахивается мимо створа? Заглянем и почитаем. У Кати есть секретики, и вот очень хорошо, что она... А, интересно, Надежда Константиновна их знает или делает вид, что это действительно секрет? Видимо, все-таки что-то знает. Что-то знает. Ну и команда Сербии в атаке Лишчевич. Но здесь заступ, по-моему, был заступ. Да, и нужно подниматься Акбабе, одной из сестер Акбаб. Елена Михличенко в центре защиты появляется. Ну а Лишчевич в предыдущей атаке классный мяч отдала на правый фланг. Ну и здесь берет на себя игру. Ну, форма такого цвета, да, мне показалось, что разорвана у нее майка. Но, да, кстати, не плечо, а все-таки локоть пострадал. Хотя, я говорю, по характеру вспоминается. Не буду перечислять фамилии наших гонбалисток, у которых вылетали действительно с сустава плечи. Это выглядит очень тяжело. Но девчонки, бойцы, вставляли обратно свои суставы. В этой же игре принимали участие. Посмотрим, примет ли участие в игре сербская гонбалистка. Надеюсь, кстати, вы в одну строку говорите такие вещи, а люди вот сейчас готовятся ко сну и немножко вздрогнули от вашего такого неспешного повествования о вылетевших локтях и вставленных обратно. Что за хоррор-муви, Ганбол ТВ? Да, бывает это. Но я больше про самоотверженность наших спортсменов. Ну и, конечно, не об этом. Хоррор-ре! Классно, да, выпрыгивала там Юлия Многарова, но чуть по темпу не успела Полина Горшкова на этот длиннющий наброс. Быстрая и не очень слаженная сербская атака. Забивать все-таки удается правой крайней сербской сборной. 25-17 после броска Наташи Ловрич. Да, вот здесь линейная не выловила, но такой бесхозный мяч подобрала на краю. 29-й номер. Ну а здесь, конечно, красотища, что исполняет Моногарова. Когда она в кураже, когда она в огне, на это смотреть, конечно, настоящее удовольствие. И снова, и снова Ксения Закордонская готовится войти в игру. Пока Ярослава Фролова больше играет на партнерш по команде, возвращается в игру Ольга Фомина. Ну а здесь Вероника Никитина, прикормив, как мы уже говорили в наших репортажах, защитницы, приучив их к своим обыгрышам, взялась за бросок. Ну и траектория, исполненная Вероникой Никитиной, была максимально сложна. Еще с таким отскоком там мяч запутался в сетке. Да, пошла последняя 10-минутка. А мы все предвкушаем появление Закордонской на площадке. Она вышла и почему-то тут же потерялась. Почему ее не оставила на площадке подольше Бодниева? Непонятно? Она как-то переволновалась или что случилось? Ну, кстати, у Ксении Закордонской мы с ней на площадке пересекались. В тренировочном, правда, процессе, не в игровом. Был приезд ее команды в Тольятти. И мы немножко вместе пообщались и поговорили тоже о секретах мастерства. Мне показалось, что у Ксении... Я просто шепну нашему зрителю, Ксении Закордонской 18 лет. Я не буду говорить, сколько лет Надежде Муравьевой, но вы все поняли. Это вот насколько человек, конечно, фанат своего дела, фанат ганбола. Классно было пообщаться. Я просто, Артем, к тому, что у Ксении Закордонской такой немножко нордический характер. Мастера, ты можешь ей на руку сыграть, но, может быть, Людмила под него почувствовала, да, что немножко дрогнула Ксения и дала ей маленькую передышку. А мы продолжим этот мотив в сердце Северных гор, потому что это прозвучало уже в отношении Анастасии Лагиной. А Ксения Закордонская это тоже ведь самый практически север. Ну, если не сказать, что, конечно, полярный круг, но Ленинградская область. Это вам не Краснодар, не Ростов, а именно оттуда родом сестры Закордонские. На всякий случай, если кто забыл, старшая сестра Арина Закордонская тоже попылила в свое время на полях российского ганбола. Так что Ксения Закордонская, которая сейчас вот пока аккуратненько прячется за спинами двух центральных защитниц, 18 лет, дебют на чемпионате мира, а забивает Ярослава Фролова. Тот человек, что блеснул самым-самым ярким образом на мире два года назад. Урож Брегор, это он не тайм-аут созывает, это он белое полотенце выбрасывает на судейский стол. Да, была близка сборная Сербии к разнице в 10 мячей против сборной России, но там Лишчевич своими удачными передачами и активными действиями команду от этого отвела. Но теперь уже 10 мячей, и Урож Брегор берет тайм-аут. По-моему, все, что хотела, уже давно сказала Людмила Бодниева, но Аурож Брегор был крайне лаконичен. Девочки, 10 минут еще играть, пойдите и попробуйте что-нибудь сделать. Нет, ну это, конечно, прекрасная установка, но понятно, что действительно это был не тайм-аут этот, вот этот клаксон, а это был, ну и хорошо, не сигнал СОС, но это было выброшенное белое полотенце. Ну и нам подсказывают наши пытливые зрители, что настоящий фанат своего дела в прекрасном городе Пикалеве, что в Ленинградской губернии как раз-таки тренер Беляев, воспитавший из сестер Закордонских и многих других девчат, вышедших из этого региона, да, да, наверняка сейчас он смотрит сейчас эту трансляцию и наверняка человеку будет приятно лицезреть просто, как Ксения Закордонская играет в атаке. Обратите внимание, что в защите она не используется, потому что пока, ну категорически, вот не соответствует масштабам сборной страны 18-летняя Ксения Закордонская. В обороне ей еще пахать и пахать, чтобы действительно начать на уровне сборной помогать. Ну а это хороший хлесткий опорный бросок в исполнении Тамары Радоевич. Наверное, сербки таким образом утешаются все-таки в концовке матча, да, действительно неплохо. И не рассчитала или, может быть, не разгадала Анастасия Лагина этих затей соперниц. Ярослава Фролова, Ольга Щербак и Елена Михаличенко, такая задняя линия нашей команды Закордонская. Вот накормили бы ее парой передач, было бы вообще здорово. Мне кажется, может быть, даже такую задачу себе должны поставить девчата наши. Как классно сейчас сохранила мяч Ольга Фомина. Казалось, уже не сможет Маркова обработать эту передачу. Щербак и ее завязали. Но, Артем, я скажу, что это не какое-то везение, знаешь, спасти эту передачу. Вспоминается та воздушка, которую Юлия Моногарова там устраивала на тот же левый фланг. И это заготовки из тренировочного процесса. Елена Михаличенко забивает мяч. И во втором тайме вот этих бросков с дальней дистанции нам не хватало. Мы сейчас же не должны проникаться в какой-то эйфории. Это просто же победа. То, что мы разрываем такого соперника, как Сербия, это же всего лишь проходная удача. Проходной успех российской сборной, не правда ли? Все главное впереди. Все главное действительно для нашей команды впереди. Но в сегодняшней игре точно хочется отметить настрой нашей команды. Не провалились они и не позволили себе вот этих неровностей, которые были в первых двух играх. Особенно, что не понравилось с Польшей. Ладно, с Камероном там можно было с завязанными глазами сыграть. А вот с Польшей второй тайм провален и как-то немножко напряг. Сегодня этого не было и уже не будет, правда? Две минуты и семь метров зарабатывает сборная России. И соперница просто не могла себе позволить Ивана Митровича, чтобы Ольга Фомина бросила с игры. А вот пенальти дают исполнить. Ксении Закордонской, добрый вечер. Ай, посмотрите, какие эмоции. Казалось бы, 55-я минута матча. И что здесь может быть? А здесь может быть дебютный мяч за сборную. Еще раз скажем, проговорим это. 18-летний, талантливый, линейный, нынче представляющий Астраханочку. А родом-то мы помним и еще раз скажем, откуда. Из Ленинградской области, город Пикалево. Юрий Беляев, он очень по-отечески относится к своим гонболисткам. И когда общались, столько тепла от него. За каждую переживает. Ну и хочется, конечно, его. С этим первым мячом ее воспитанницы на чемпионате поздравить. Ну а про энергический характер, Артем, ты видел реакцию? Ксении очень спокойно. Мне кажется, более эмоционально отроигрывали все ее партнерши по команде, чем Ксении. Ну, раз уж такой характер, значит, так и должно быть. Ну что, 5 минут до конца матча. И я уже не знаю, тут только сами уже наши девушки должны себе какие-то задачи ставить. Какие-то вызовы! Вот и мяч с игры! Вот то, чего мы ждали и к чему прислушались игроки нашей команды. Два подряд. Сначала с 7 метров, а теперь после прекрасной, тонкой передачи Елены Михайличенко. Лена-то сама, господи, на 2 года всего старше. Какие же они молодые, пронзительно. Можно сказать, еще юные, неопытные. Но какие же они умнички. 30-18. Просто не заметили Сербию. После счета 8-9 не в нашу пользу. Извините, какой счет? Надежда Константиновна, не подскажете? 22-9. Господи, прости. Да, ну а я отмечу атмосферу в нашей команде. А вот об этом важно сказать. Эти два мяча, забитые Ксюшей Закордонской, как тепло были приняты команды. Помимо прочего, действительно поддержали ее на площадке. До нее доиграла Елена Михайличенко. Ну и поддержка со скамейки запасных. Все это видно, конечно, не укрыться, хоть и сборная, хоть и Испания далеко от нас сегодня. Но видно, насколько классно поддерживают дымболистки друг друга. Ольга Фомина забивает этот мяч, добавляя настроение себе. И Артем Шмелькова, да, классно, технично исполнила этот бросок с подкруткой в ближний угол. Вот, повтор этого момента, красотища на площадке. Вот сейчас Надежда Константиновна своим, по-прежнему, вот этим бархатистым, обволакивающим голосом комментировала эпизод. А я уже начал представлять себе Испания. Прекрасная погода, созревшие мандарины, апельсины. И вот во всей этой атмосфере так здорово себя чувствуют наши девчата. Да, они сегодня заканчивают в Лирии. Завтра у них день переезда. Завтра они отправляются. На самом деле, не в долгий путь. Чуть-чуть севернее переезжают из Лирии в Гранольерс. И дальше будет основная групповая стадия. Наши девушки по предварительному расписанию, я подчеркиваю, по предварительному организаторы имеют право перераспределить пары участниц на основном групповом раунде. Я имею в виду порядок сыгранных матчей. Но по предварительному расписанию сначала сборная России сыграет со второй командой группы А. И по всей видимости, этой второй командой становится сборная Словении, которая преподнесла сенсацию в первом туре, обыграв команду Черногории. Черногорки сейчас играют с француженками и проигрывают довольно существенно в 4-5 мячей. Нам показывают удаленную еще в дебюте линейную сербской команды Марию Петрович. Так вот, по предварительному, еще раз скажу, расписанию, первый матч для нас это соперник команды Словении. Это будет 9 декабря. Ну, а в следующем матче это самый что ни на есть. Самый что ни на есть. Нет. Уже все переиграли. Вы представляете? Да, да, да. Еще сегодня утром было, что во втором туре играют А1-Б1, то есть победители групп. И это предполагалось Франция и Россия. Уже категорически нет. Во втором туре, значит, Россия сыграет с Черногорией. А вот в третьем туре, что в принципе логично, Россия-Франция 13 декабря. Вот эту дату обведите, пожалуйста, жирным карандашом, фломастером. 13 декабря. Франция-Россия. Повторение финала Олимпийских игр Токио 2020. Обвели. Большое спасибо. Обвели действительно в тетрадях. И будем с нетерпением ждать этого матча. Но с нетерпением ждет и своих попаданий Милан Таженова. Решилась она на бросковую попытку. Но, к сожалению, пока в этом матче Милана забитыми мячами не отличилась. Ну, а мы этот матч, конечно же, запомним дебютом Ксении Закордонской. Очень грамотно она, кстати, сейчас в защите сыграла. Не стала пороть горячку по молодости. А спокойно Ловрич отпустила для реализации ее броска. Да, убрала она там максимально все, чтобы не получить эти две минуты. Хладнокровно, да, здесь действовал. Но это предыдущий момент, в котором Милан Таженова счастье пытала. Последняя минута этой встречи. Йова Норисович, она умеет подобные вещи исполнять, удивлять сопернице. И сейчас она действительно очень сложный, очень резкий бросок Ольги Щербак отразила. Я просто смотрю статистику. Сегодня сборная Сербии, конечно, отличилась двухминутными удалениями. Их было больше, чем в сборной России. И чуть облегчили. Задачу для наших гонболисток. Но они, собственно, с задачами, поставленными на матч, сами блестяще справились. И счет уже 32-22. Возвращают к разнице в 10 мячей. Сербии пока счет на табло. Последние секунды этой встречи. Ярослава Фролова сегодня забросила однажды. Ксению Закордонскую мы поздравили с ее заброшенными мячами. Дебютными за сборную. И где на чемпионате мира. Все прекрасно. 10 мячей. Преимущество российской команды. Шикарная победа. Всех с ней мы поздравляем. Субтитры создавал DimaTorzok